Новый год принес неприятное открытие для любителей пива. С 1 января 2013 года на федеральном уровне вступил в силу полный запрет на его продажу в нестационарных объектах, к которым относятся киоски и павильоны. Ограничения положительно скажутся на улучшение здоровья нации, считают эксперты. Федеральные власти ввели запрет на круглосуточную продажу пива и крепкого алкоголя в киосках и сладков с 1 января по всей стране. Любой алкоголь нельзя будет продавать на территориях, прилегающих к детским, образовательным и спортивным учреждениям и на общественном транспорте. Очередные ограничения на продажу алкоголя и табака являются частью последовательных планомерных действий государства, направленных на снижение алкоголизма в стране, в том числе и детского. Поэтому вступивший в силу запрет на продажу пива в ларьках поможет решить эту проблему. Конечно, закон повлечет за собой определенные трудности для мелкого предпринимательства, потому что торговля пивом – существенная часть их прибыли. Но есть и другая сторона – это здоровье граждан, особенно молодежи. Ведь чаще всего подростки покупают пиво именно в ларьках, где им, как правило, свободно его продают, ни о чем не спрашивая. Так что запрет на торговлю пивом в нестационарных торговых точках – это, безусловно, очень верное решение, считают эксперты и фокинцы. Однако, с нововведением согласны не все. Как вы считаете, нужно было принимать этот закон и почему? Конечно, нужно. Это правильно. Почему? Ну, не знаю. Меньше, наверное, будет пить. Меньше будет. Как бы еда и ночью. Происшествия меньше будет ночью. В основном уже все преступления ночью происходят. На пьяную голову, драки, избиения какие-либо. Ночью народ будет меньше пить. Меньше будет сообразно. Меньше будут пить. Особенно молодежь вот эта. Они без конца. Только смотришь, идут с бутылками с этими. И пьют и день, и вечер, и все время. Правильно, что запретили? Конечно. Нужно было, да. Ну, потому что уже совсем общество опустилось. Спивается окончательно. Особенно дети. Детей очень жалко. Считаю, что все правильно. Считаю, что все правильно.